Правда, она сказала, что проста за компанию, пить не будет. Что с этим модом не так, блять, пропаганда детского алкоголизма? Ну жаль, конечно, но с другой-то стороны нам больше достанется. Сука, я не могу, это пиздец какой-то. Здарова, братан-эва, на канале Ювплей, меня зовут Евгений, и сегодня мы будем продолжать проходить Янтарное Лето, и продолжаем его с момента... с хер пойми какой Леной, погнали! А потом просто перестали общаться, там длинная история, полная слухов, вранья. Продолжила Лена, немного успокоившись, я не знал, что ответить, просто виновата взглянул на неё и прижал к своему плечу. Сорян, и член, а вы не пробовали помириться? Нет. Ну, это ж чисто по бабской логике, вы чё? С того дня мы, можно сказать, вообще не общаемся. Я бы мог попробовать помирить вас, Лен. Блять, ну вот куда ты лезешь, нахуя тебе это надо, господи, дебила, кусок! Сказал я прежде, чем подумал, вот-вот-вот-вот-вот... Интересно, как он ещё своей мордой не пердет? Ну а чё было делать, когда по твоей вине плачет такое милое создание? Правда, ты постараешься? Как будто ей это вообще надо. Немного успокоившись, сказала Лена. Да, обещаю сделать всё, что смогу. Лена облокотилась на моё плечо. Я же не стал этому возражать. Что в этом моде вообще, блять, происходит? Да и не хотел особо в ёбаный ловелас, блять. Быкосеменитель! Заканчивая... Заканчивая с... Альбомом! Я заметил, что последней страницы нет. Её просто вырвали. Причём неаккуратно, видимо, торопясь куда-то. Что тут было, Лен? Ни... Ничего. Сказала совсем неуверенно она. А я, хоть и почувствовал это, не стал придираться. И так довёл её до слёз. Ладно, Лен, большое спасибо за рисунки. Это действительно очень талантливо. Спасибо. Это я так рано проснулся? Только завтрак. Лен, на завтрак пойдёшь? Спросил я, планируя пойти вдвоём. Нет, Семён, мне нужно кое-что сделать. Я приду позже. Завтрак съешь сам. Видимо, она не знает такую мудрую поговорку. Что? Хорошо, Лен, пока. Отлично посидели. Спасибо. Я вот тоже не знаю такую поговорку. Мне действительно понравились её рисунки. А ещё больше её бидоны, ей-богу. Отвечаю. Столько всего узнал. Дружба Лены с Алисой, старый лагерь, оторванный лист. Со временем пойму. Надеюсь. Я вот не могу понять, что он должен понять. Ты пиздец. Взяв поднос с едой, я отправился за свой любимый крайний столик. Элл, прыгай сюда! Позвал я товарища, заметив его. Семён, доброе утро! Начал улыбаясь Серёга. Доброе-доброе. Всё в силе? Обижаешь, товарищ? Конечно. Как и договаривались. Ну что, придёт твоя пассия? Подколол я его. Да, я смог уговорить. За ней после моей помощи должок. Чем это он таким помог? Ты смотри-ка. У каждого есть... У каждого второго есть должнички. Правда, грустно начал Эл. Она сказала, что проста за компанию. Пить не будет. Блять, и что с того? Блять. Что с этим модом не так, блять? Пропаганда детского алкоголизма. Ну, жаль, конечно. Но с другой-то стороны нам больше достанется. Сука, я не могу. Это пиздец какой-то. Вот, кстати, о посех Семён. Как у тебя там? Хотел ответить я что-то уклончивое, как вдруг. Доброе утро, товарищи. Всё в силе? Появилась Алиса и испортила мою конспирацию. Ну, в принципе, и ладно. Двачевская? Удивился он. А ты против? Блять, он не против, что ты его ещё не ушатала за Двачевскую. Нет. Нет. Просто удивлён. Ну так как, в силе? Да, всё нормально. После матча у Ленки отдохнём часик и пойдём. Отлично. Мику проводила... Проходила мимо нас. Её завтрак отличался от нашего. На подносе у неё были булки, кефир и рог... И всё имею в виду. Блять, какая неуместная отсылка-то, а? Неплохо. Я грустно пожал плечами, и она, понял, что у нас нет места, пошла дальше. В смысле это нет? До встречи вечером, ребят. Бывай. Пока. Блять. Какой увлекательный мод. Господи, Никита, ты, блять, баран, ты нихуя не умеешь советовать. Прекращай. Алис, ты удивительно медленно ешь. Аппетита что-то нет. Вспомнив обещание данной Лене, я поспешил начать разговор. Начать, 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 начать. Вы уже минут 20 разговариваете, блять. Он всё начинает. Алис, мне нужно с тобой кое о чём поговорить. Заинтриговал. Итак, была не была, не была, оленя. И что же она хочет? Или она тебе рассказала про вырванный лист? Чё? То есть, тот лист вырвала Алиса? Ну зачем? Нет, ничего не рассказывала. Дело в другом. Она помириться хочет. Схуя ли вообще, блять? Помириться, ты уверен? Блять, я сам в ахуя, блять. Все в ахуя. Она хочет, оказывается. И вообще, когда-то вы с ней сблизиться так успели, а? Да не сближались мы. Она просто показывала альбом. Там было очень много тебя. Когда я заговорил с ней о тебе, она заплакала, толком ничего не объяснил. Потом, успокоившись, она рассказала, что всё то, что о ней говорили, неправда. И она очень хочет дружить с тобой. Это пиздёж, она такого не говорила. И я поговорю с ней позже. Спасибо, Сёма. За что, блять? За лишние проблемы? Видимо, у них там действительно шо-то серьёзное. Но выражение лица Алиса когда-то сказала, что лист заставляет меня задуматься. Когда-то сказала про лист, заставляет меня задуматься. Я должен узнать, что связывает Алису, Лену и тот вырванный лист. Вы там ещё долго, ребят? Раздалось с кухней. Действительно. Наглядевшись, я понял, что мы остались одни. Ебать засиделись. Пошли, Сёма. Сказала, вставая из-за стола Алиса. Ладно, Сёма, у меня и так были сегодня дела. Ещё и добавились. Мне пора. Так какие-то-то делай у тебя поля. Хуй тебя пойми. Счастливо, Алис. До скорой встречи. Удачи с Леной вам. Тоже к Лене бежать сейчас глупо. Нужно будет пойти потом и узнать про этот вырванный лист. Ой, блядь. Семёныч, спасибо большое ещё раз. Меня вернули в команду. Радостно прыгая вокруг, сказала Оля. Не за что, Оль. Ты ещё с куда? На спортплощадку. У нас командные сборы. Будут план обсуждать. Кстати, Сёмыч, приходи матч смотреть. Чуть позже ужина будет. Обязательно приду, Оль. Спасибо за приглашение. По-моему, это вообще неблагоразумно после ужина назначать ещё матч. Они ж рыгнут. И ещё раз спасибо. Мне пора. Пока. Счастливо. Какая же она довольная. Приятно просто даже смотреть на неё. Куда бы сходить? Нахуй. Не знаю, зачем и как, но ноги привели к небольшому лесу. Дальше, кстати, мус-клуб. Может сходить туда. Но тут вдруг зашумели листья. Взглянув туда, я обнаружил... Белку. Не... Нечего тебе дать. Прости. Она странно меня оглядывает. Не нравится одежда? Раздевайся нахуй! Хотя, что ты знаешь об одежде, блядь? Просто покажите мне человека, который увидел белку, начни думать, а что за одежда такая? Нечего об этом думать. Ты ещё не знаешь об одежде, блядь? Сука, пиздец. Почему это должно было быть забавно или смешно даже? Хуёво. На улице жара, а ты в мехах. Улыбнувшись этой мыслью, я пошёл в мус-клуб. Блядь, я чё-то не улыбнулся. Со мной, видимо, что-то не так. Старый, может, слишком. Привет, Мику! Привет, Сенечка! Спасибо, что пришёл. Мне как раз нечего было делать. Прости за случай на завтраке. Действительно не было места. Блядь, там четыре места! Сто вас сидело трое, ёп! Блядь! Жаль, что за моим любимым столиком всего три места. А, ладно. Ладно. Всё нормально, Синь, правда, я все понимаю. Не хочешь сыграть? Хочу. Можно. Что-нибудь другое вспомнить. Тем более, играть при Мику будет проще. Я уверен, что она встречала бездарностей и похоже. Да, в принципе, можно. Усевшись и получив гитару от Мику, я начал думать, шоб сыграть. Мику села рядом и принялась ждать. Вспомнив одну из нормальных песен, я принялся играть. Что-то он играет. Получалось довольно-таки неплохо. Ожидал, что будет похуже. Блядь, что-то знакомое, я не могу вспомнить, что это. Блядь, не, нихуя реально не помню. Напишите в комментариях. Может, атмосфера такая создаётся? Приятная. Возле Мику, блядь, у тебя, Алиса, ты в Алиса хочешь свой пестрон впихнуть? Играть становится легче. Нажмите для продолжения, нажал. Закончив играть, я обратился к Мику. Ну, как? Очень красивая мелодия, Сёма. Правда-правда, ни разу такую и не слышала. Похвалила меня Мику. Спасибо, но до твоего уровня мне, конечно, далеко. Мику, у меня вопрос. Насчёт альбома Лены. Может, она знает. Она тебе его показывала? Да, блядь, она, походу, его уже всем показала. Что с Леной случилось? Почему она такая дружелюбная? Удивилась Мику. Да, а что? Да нет, просто она мало кому его доверяет. Половина лагеря уже его перетаскала. Она не хочет кому-либо показывать свои рисунки, а они, Витя, вправду красивые. Сколько раз я ей об этом говорила. Согласен с тобой. Так, что за вопрос? У неё в альбоме вырвана одна страница. Я знаю, что это как-то связано с Алисой. Я бы хотел знать. Я скажу, что знаю, но какая тебе разница, да, Алиса с Леной? Действительно, какая тебе нахуй разница? Мне нравится Алиса. Делиться этим с самой болтливой девочкой лагерем. Хорошо придумано, Семён. Блядь, хотя бы автор сам осознает, какую хуйню он пишет. Правда? А ты ей об этом говорил? Вы будете продолжать встречаться после лагеря? А что скажет вожатая? А мне Алиса ничего не рассказывает. Её занесло. Мику, она просто нравится ей всё. Не заходи так далеко. Эх, ладно. Так, что ты знаешь? И Мику начала рассказ. Это был обычный день, если не ошибаюсь. Второй день после твоего прибытия, пребывания здесь, Сеня. Мы с Леной сидели в домике. Всё было спокойно. Раньше я слышала, что Алиса с Леной перестали общаться и поругались. Не помню, из-за чего что-то личное вроде. Да, представляешь, я его даже не заметила лазу и под роялем смотрю, а он там стоит весь раскрасневшийся. Мне было стыдно, но я не подала виду. Я что-то рассказывала, но не успела. Дверь открылась, спинка и в дом вошла Алиса. Мику, выйди! Быстро, блять! Что происходит, Алиса? Что с тобой? Но она оказалась сильнее меня и вытолкнула из домика. Стоя на улице, я всё отчётливо слышала. Ещё бы, они громко говорили, особенно Алиса. Значит, опять за старое, да? Не понимаю, о чём ты. Ты всё прекрасно понимаешь. Опять взялась за старое. Опять решила увезти у меня парня. Да какой он тебе парень? Он даже имени твоего небось не знает. Знает! Не вокруг тебя одна и земля вертится. Может, он мне тоже нравится. Девочки, успокойтесь! Я попыталась их остановить. Что? Да ты всё это назло мне делаешь. Тебе нет до него дела. А вот и есть. И хватит тут бить всё. Не твой домик. Лена перекричала Алису. Я же просто ходила кругом, не зная, что делать. Как назло у вожатой были дела. А потом началось... Ей, бабска бийка! Эй! Алиса вышла слегка поцарапанная, а Лена сидела на кровати не больше, но и не меньше пострадавшая. Лен, Лена, что случилось? Что только что произошло? Почему она так сильно разозлилась? Она лишь протянула в тот самый... В тот момент вырванный лист с альбома. А сама молча легла в кровать. На этом листе был нарисован ты и Сёма. Охуеть! Вот так вот. Так что уверена, что ты... И... Что и ты ей нравишься. Сказать, что я был удивлён, Нихуя не сказать. А не так... Часто так ругались, не переживай. Не так, конечно, как в последний раз, но всё же. У меня по-прежнему не было слов, да у меня в принципе тоже. Чё ты за пиздец вообще сейчас был? Ладно. Не нужно было, наверное, тебе рассказывать, да ты теперь весь грустный сидишь, и я тоже, а могли бы просто играть. Полностью придя в себя, я наконец-то решился... Нашёл, что ответить. Нет, Мику, спасибо большое, что рассказала. Я просто немного удивлён. Раньше до меня и дела не было никому, а тут две очень красивые девочки поругались из-за меня. Надеюсь, и не помирятся, всё обсудил. Сень, осень, что будешь делать? Расскажешь всё о Лисе? А вот что этот олух тупой будет делать, мы узнаем уже в следующий раз. Ну а сегодня на этом всё. Так что, всем спасибо за просмотр, и всем пока. Вернись ко мне, моя мечта, из уголков пустой вселенной. Верни мне жизнь, и согревай, освободи меня из плена.